С первых минут встречи стало понятно. Дмитрий Юртаев и Николай Василевский хорошо знают вкусы и предпочтения детей. За считанные мгновения общения с публикой два взрослых оказались как будто бы наравне. Они шутили, пели песни, читали отрывки из своих произведений. С присущей долей харизмы и искренним желанием донести юмор и шутки до сердца каждого маленького гостя. Мне всегда очень нравится, когда к нам в детскую библиотеку приезжают писатели, чтобы рассказать о своем творчестве, о своих книгах. И всегда я считаю, что это надо делать ярко, необычно и празднично, чтобы встреча с писателями, встреча с детской книгой, она всегда ассоциировалась как что-то необычное, яркое и увлекательное. В качестве амплуа образы забавных смешных клоунов, в качестве реквизитов – настоящие костюмы. Каждый из представленных публике отрывков оживал прямо на глазах при участии самих ребят. Весь рот зайчонка серым бит, большой урон нанес бандит. Авторы с удовольствием приглашали детей на ампровизированную сцену, читали и озвучивали персонажей вместе с ними. Получилось весело, искренне и так непринужденно. На самом деле я очень рад в очередной раз побывать в замечательном городе, в городе Бресте. И опять-таки преподнести детям радость, веселье, ну и конечно свою книжку. И я вижу по их реакциям, что это им нравится. Дети очень восприимчивы, и мы с ними играем. То есть мы не просто, я им рассказываю сказки, вот как говорят, бо-бо-бо, встал с витрины, большой дядя. А я становлюсь на одну ступень с ними, и я играю вместе с ними. Просто я знаю эти сказки. И из каждой сказки выносится какая-то мораль. Веселые и остроумные шутки не смогли оставить равнодушными даже взрослых. Они с удовольствием смеялись, поддерживая искрометный юмор и харизму гостей литературного праздника. Авторов, в свою очередь, приятно поразила открытость брестского зрителя и дружеский прием. Поэтому и Дмитрий Юртаев, и Николай Василевский уверены, что приедут на такие встречи в наш областной центр еще не раз. Продолжение следует...